начинаем тренироваться сейчас похуеть значит сегодня у нас с вами очень крутой день сегодня мы с вами разбираем тему как снять девушку в паре это очень важно потому что очень ну я знаете почему это важно все самые охуенные тёлки которые у меня были самые крутые я их всех снимал в паре всех опять крутой день надоело каждый день круче предыдущего вот это для вас будет инсайд вот люди после мастерского да они вообще играли в такую игру ну там на мастере еще более жесткие задания в этом смысле есть короче они играли в такую игру видел красивую тёлку в паре кто первый короче то есть они ну там занимались сливом парня все время для тоже просто потренироваться вот просто слить парнем для того чтобы просто немножко поднадрочиться и все психика уже не выдерживает кошмар это только 10 дней прошло но ничего ничего еще все впереди вот не волнуйтесь это только начало вы еще нормальные пока что мы мы зажим вас вот значит чё делать вот как вы считаете вообще насколько легко снять девушку в паре насколько легко снять девушку в паре вот насколько это легко вот идет парень девушка насколько легко взять ее телефон насколько это легко легко ли вообще это очень легко так хорошо легко кто считает что это тяжело кто считает что тяжело снять девушку в паре в паре можно ли снять там не знаю, взять телефон у трех девушек за пять минут в парах видео есть видео есть, ага знаешь, уже, наверное, Паша следит за нами тяжело, да? нужна легенда, можно все понятно, можно все, вот по честняку пацаны, кто не знает кто не знает этой фишки, да? вот как, кажется, что это пиздец, да? нереально, вот когда я не знал мне казалось, что это вообще пиздец, как это к паре подойти вообще, как это возможно РСД говорят, что лучше подходить, если есть парень кстати, да, это прикольно, это интересная тема, такая, да провокативная хуйня, да, вообще в принципе для задротов вот, я взял телефон ты сразу демонстрируешь ценность, когда подходишь к парню вот ну, кому-то кажется, что пиздец, стремно, да? вот, если, знаете, вот секрет такой если не знать, кажется страшно, да? реально страшно а еще круче потом будет упражнение я вам покажу, как сделать так, чтобы парень, который подошел доебаться до вас, просто убежал нахуй от вас реально, это не мистика это абсолютно реальная техника то есть, парень подходит, какие-то проблемы начинает разбираться, короче ты ему говоришь пару фраз, и он валит от тебя просто и ты такой герой перед телками, да? то есть, есть тоже, ну, это секрет, это надо знать если не знаешь, ни хера не догадаешься если знаешь, вообще пиздец то есть, это просто обычные банальные вещи, да? для человека, который владеет вот, это как, знаете, вот знаешь прием? и уложил сразу ладно, молчите, как бы, кто знает, не говорите значит, сейчас я вам покажу, как это просто на самом деле вот, я вам покажу, потому что, ну, мы очень много делали подобного но, одна из самых лучших трансляций на эту тему в свое время сделал Рома Журавин которому задали на мастерском это задание ну, и, как бы, они делали трансляшки снимали это все и, вот, просто вы должны сейчас перенять состояние спокойствия, да? при котором Рома это делает вот, Рома один из таких достаточно высокого уровня сильных мастеров был на 2015 год вот сейчас покажу вам его один из таких видных мастеров темы кто-то, может быть, из вас его знает может быть он из Одессы изначально был смотреть на вашу знакомое лицо вот итак, друзья сейчас вы увидите, насколько это просто друзья, привет привет вам из Одессы привет всем это Ромчик так мастера, охотницы города Москва, Россия Украина вся смотрим сейчас у нас социальный эксперимент вот, как девочки тоже будут в нем участвовать вот они будут смотреть на могут да, привет так, вижу к нам присоединился Харьков вот девочки, держим все в секрете в секрете даже Нью-Йорк с нами Паша, ты видел эту трансляцию, да? из Нью-Йорка значит, друзья это стандартное, классное начало то есть я всегда приучаю делайте начало здоровайтесь со зрителями разгоняйтесь уже сейчас это уже часть легенды вот это уже часть легенды человек разгоняет себя для того, чтобы вести трансляцию вести шоу, да? это уже часть легенды значит какой у нас социальный эксперимент некоторые друзья говорят о том, что брать номера телефонов у девушек с парнями это палево так вот сегодня мы будем делать как раз то, что так сказать выглядит без палево как это делать сейчас мы вам покажем вот Ромчик будет главная классная легенда вот Ромчик будет мой помощник я буду ведущий радио вот а что будет приходить в процессе знакомства я не знаю сейчас посмотрим, что из этого получится так Ромчик, держи сейчас да ты просто меня снимаешь там у меня есть блокнот так как телефон с вами и панели сейчас будем подходить ко всем парням с девушками которые в общем видно, что они пара окей? парням страшно? вам страшно вам у нас социальный эксперимент небольшой меня зовут Роман Жирайлов я ведущий из Ромского радио здесь парижская версия у нас небольшой социальный эксперимент я думаю скажите вы в отношении я друзья у нас есть эксперимент который мы проводим в этой сумочке в чем он заключается? приходит кофаре в том числе что же встречается в шутке в этой сумочке вы это понимаете в отношениях нет друзья друзья хорошо значит готовы ли вы принять совместный эксперимент с нас вместе не знаю я просто давайте давайте нравится все хорошо смотрите что очень важно я вам сразу комментировать буду чтобы не возвращаться потом очень важно очень важно вот человек пишет здесь можно реально хапнуть в случае чего вот да за ошибку можно и хапнуть так вот очень важно очень вежливо интеллигентно культурно подойти так как реальный ведущий да то есть так как реально ведущий подходит общаться красиво вот здесь вот этот тест да если люди не поверят то все плохо слышу что говорит но я это дело вам буду как бы немножко корректировать переводить что он говорит он говорит что он ведущий парижского радио они делают эксперимент вот что в субботу будет социальный эксперимент на совместимость пар вот и в субботу будет эфир на который они приглашают всех пар для того ну пар для того чтобы протестировать будет сидеть психолог и так далее поэтому нужны их контакты все да какая разница не получится прикинуться вот ты сразу начинаешь у меня не получится техника социальный эксперимент перед этим предлогом можно вообще что-то угодно делать хоть грабить да вот значит у меня с дикцией не то ты можешь сказать что ты режиссер ты можешь сказать что угодно вообще в принципе да это не зависит от этого я остановил хорошо мы просто проводим каждую неделю сейчас ну дальше мы данные так и смотрим давай мы проводим каждую неделю говорит давайте данные записывайте я записываю говорит на брус вот девочка дает ты общаешься официально все сейчас это видео снимается когда у меня нет кто будет смотреть наши конфеты ну да тоже молодые пары девочки ребята Россия Украина все привет и вы видите сейчас что молодые люди которые сидят просто в Макдональдсе общаются готовы участвовать в нашем эксперименте на телефон сразу потому что знают что это может быть интересно также парень хорошо ну вы поняли рома фактически намекнул что девушка отдает свой номер телефона а также парень заебись короче хитро 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 и так какие тут самые главные правила первое главное правило это всегда начинать общение с парнем это всегда четкое правило в соблазнении всегда в первую очередь начинать общение с помехой это очень важно второе важное правило после того после того как произносишь легенду первое что ты делаешь спрашиваешь спрашиваешь вы в отношениях то есть все если ну это это ключевой момент это очень правильный грамотно вот дальше значит важное правило тоже при подходе к парню, да, к паре, это не показывать интересы своего к девушке, не показывать интересы, показывать интерес к другому, это абсолютный обход сознания, абсолютный. То есть ты показываешь интерес к тому, что угодно, только не к девушке, это важно, ну, чтобы все было нормально. Важное правило, ты подошел, можешь вообще не общаться с девушкой, главное, зарисоваться, то есть твоя задача – показать свой более высокий статус, чем парень. то есть парень должен оказаться лохом в результате когда ты подходишь ну в каком смысле лохом то есть ты должен общаться более достойно более уверенно более официально до чем они ты внешний человек а поздоровался он только с ней нет конечно он поздоровался с парнем в первую очередь а потом уже с девушкой это всегда важное правило да сейчас еще раз отмотаю еще раз покажу потому что важно нет тебе показалось у нас добрый день добрый день да у нас сейчас проходит небольшой социальный эксперимент меня зовут роман жираевна или серёжа пупкин я являюсь ведущим французского радио и после только этого он здороваться с девушкой ну как бы заодно за официально дальше вы в отношениях сразу сходу вопрос у нас есть эксперимент мы проводим его в эту субботу в чем он заключается приходят пары и дальше пошел ты прикалываешься а если спросишь жена удостоверение журналиста никогда в жизни не спросят удостоверение журналиста все пошло пошло общение раз они друзья все решили вот но все равно на телку не надо обращать внимание то есть когда для снять телку в паре нужно снимать мужика вот вот основное важное правило понимаете это мне все телки говорят что-то у нас всех мужиков уводишь до постоянно когда-то общаешься короче мужики все с тобой самое важное правило съема телки в паре то снять мужика все то есть это важно это первое что ты должен делать если мужик у тебя ведется если мужик тебя как бы уже превозносит если мужик смотрит тебе в рот телка твоя всегда то есть первое я задруживаюсь с мужиками это всегда происходит на автомате у любого мастера да ты задружишься с мужиками прижать любую компанию короче эти пока ты покажешь нахер телки вот это стандартная фишка я помню я волой как-то приехал там и всех телок снял как это было я приехал все знали кто я такой все сразу напряглись мужики я сразу себе мужикам легенды мужики расслабьтесь я так устал от баб я приехал сюда от них отдыхает нахуй все они все по парам пиздец короче концу отдыха я его всех как обычно вот понимаете это хитрость это секрет самое главное все равно прокатывает легенда следующий раз в этой же компании я опять приехал сказал что я устал от тела ки и сказать ну ты как всегда короче встала тела потом всех выебишь и гури нет нет теперь точно не все равно повелись понимаете да поэтому это самое самое важное до чтобы мужики не напрягались и чтобы не просто не напрягались первая задача это что сделать так чтобы не расслабили старая задача это сделать так чтобы они на тебя велись мужики то есть ты лидер в компании ты крутой чувак ты интересен там зачем-то им и так далее все больше ничего не нужно то есть это очень важный момент такой ну что да еще очень важно очень важная деталь кому из вас удобнее позвонить сразу телку дает телефон мужик не хочет связываться всегда кому из вас удобнее будет позвонить там что-нибудь уточнить никогда никогда мужик не дает вот посмотрите так одну крайне редко мужик будет говорить звони мне баба всегда дает телефон сразу тут же вот в чем фишка вообще и хитрости и деталь такая которую так еще один подход отчеток подожди стой не видно ни хера ярко стереть на максимум это скромненький ну хорошо посмотрим один из ваших модератор а он снимает еще на телефон ну да мы посмотрим просто как он общается не знаю что он говорит а вообще можно разобрать что он говорит здесь например это с самая сторона что он будет показывать то есть он говорит тоже легенду да не суть и стене такой можно будет разобрать на стене посмотреть там что он говорит очень поганый техник смотрите вот почему я показываю как только он начинает общаться обращаться к телке чувак смотрите что с человеком начинает напрягаться и что-то подозревать то есть важный момент следующий что что-то подозревать начинает человеку которого есть на это время из которого в игнор короче вот эта ошибка была то есть это грубо сперва нужно было его телефон чтобы он не начал прошаривать в чем дело а потом ее это очень грамотно когда ты сперва его телефон сперва с ним отрабатываешь а потом уже только там с ней это с ней как бы до кучи да если звук нет нахер вот такие моменты но это это стандартная ошибка всех то есть подходишь к паре и начинаешь палить на телку мужик сразу напрягается и все то есть подходишь к паре хуй на телку положил начинаешь с мужиком отрабатывать общаться объясняешь что нужно там и так далее именно к мужику общаться говоришь легенду он должен поверить в эту легенду после этого короче говоришь я с вами свяжусь вы интересно как пара короче к с кем удобнее связываться он сразу сливает на телку не хоть не хотят мужики короче не хотят мужики связать с этой телегой вот еще можно ну можно разные легенды делать можно говорить детектор лжи там москве проект детектора лжи там сейчас набирает народ там наверное все такое короче что угодно да главное это говорить уверенно продумано легенда должна быть четко вот как на в исполнении рома там было это ну смотрите вот викон тоже парень принципе окна а а а а а а что вы получите есть есть люди которые много друг друга давно друг друга знают но не знают друг друга вот вы узнаете какие-то другие стороны там в ваших отношений процессе да будут тесты разные интересные ну то есть ты начинаешь расскажешь обещать призы конкурсы там туда-сюда а 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 ты говоришь так оставьте пожалуйста ваши номера с вами свяжется шеф-редактор и ваш и ваш номер просто вам будут заданы определенные ли там вопросы личного характера да ну чтобы понять какую группу передачу вас включить все то есть ты затираешь легенду так если вдруг парень говорит звони мне да вот после этого рассказывать легенду так чтобы было понятно зачем тебе нужно номер и девочки это не просто сказочники знаете как ты шутишь да когда вика головку принимали ростовские менты они его вообще называли остапом бендером посмотрев на то на все что он творил это не сказочник это маш этот какого как сказать аферист высшего уровня это почти спецагент вот после такого тренинга деле у спецов у спецслужб самое главное это легенда и я хочу сказать что у нас очень высокий уровень подготовки по сравнению с ними кстати говоря даже а вот он спрашивает есть ли сайт какой-то почитал он говорит беспалево журавин роман на идею видит там не на самом деле друзья вы смеетесь на чертовки а ко мне эти разведчики на тайский тренинг приходили два разведчика до признали что они уже в отставке все такое что интересно очень им да потому что ну блин вы понимаете что столько практики разведчики не имеют вы это понимаете они не могут подходить столько в день них нет такой мотивации не дается им таких заданий как бы вы прокачивает чем гораздо круче вы будущие агенты спецслужб вот вы будущие агенты спецслужб служб до лошара не бывают олигархами совершенно верно кстати какая там охрана и как то какая там безопасность невъебеническая вот а есть есть свои ходы лазейки как бы как 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 можно значит это сделать нас перлок просто пиздец это ну это как знаете вот хакер иногда развлекается ломают пентагон вот а мы развлеклись как бы поломали в каком-то смысле олигарх вот через соблазнили его соблазняли это просто пиздец вот такая вот история этого агента на самом деле да может быть так что вы готовитесь к этому представляете да это вообще лиги ну как бы соблазнение но интересно шахмат на порядок просто потому что к его количество вариаций ходов многократно выше потому что это жизни штырит пиздец вот ну а начинаем мы с простых вещей таких как подход к парню там с девушкой там туда-сюда то простые стратегии там двухшаговые там так далее ну который надо отрабатывать много-много раз чтобы привести до автоматизма и расти 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 дальше там расти до невероятных высот так посмотрим еще что нам там пишет есть что-то что-то не но если больше чем ты да ты сможешь понимать что-то вот говорят что мы веруем в бога и зарегистрироваться сети вы знаете что маленькие большие овчарки там продумываться радио русское радио Как зовут? Сергей? Сергей, мы проводим сейчас социальный эксперимент. Он будет в эту сумму на совместимость. И у нас дотавливается статистика для семейных парков. Насколько хорошо друг друга пара смеет. Вы пара встречаетесь или вы друзья? Как долго? Месяц? Хорошо. А по-твоему сколько? Месяц? А если бы она не сказала? Мы хотим проверить. Ребята, я хотел бы вас пригласить в эту субботу. Мы устраиваем две субботы для некоторых парков, которые нам больше всего понравились. Вообще голосование у нас происходит. Вот, смотрите, какая классная. Я буду просто выделять, чтобы вы видели, да? Если вы сами вдруг не видите эту историю. Выделять моменты. Значит, я хотел бы вас пригласить. Вот уважительное отношение к людям, да, вежливое, оно сразу убирает нафиг любой негатив, который может идти. То есть, ты приглашаешь. Это по понятиям правильно. Ты их приглашаешь, да? Ты типа хорошее дело делаешь. Понимаете, да? Это очень важно понимать. Люди на это классно реагируют. Собственно, мы делаем личный свой выбор, когда общаемся. То есть, я и другие ведущие. Мы записываем данные парковки молодого человека и его половинки. И вот, субботу, проводим этот эксперимент на совместный знак, так называется, да? Там задаются вам вопросы, а вы на них отвечаете. Примерно, если человек, да, сколько вы вместе? Ты знаешь одну цифру, да, примерно. Вот он вначале сказал, сколько вы вместе, да? Фишка классная тоже, да? Сколько вы вместе? Она сказала месяц. А вот вы бы сказали, какую цифру, если бы она не сказала? А он типа, я ее хотел проверить. Ха-ха. Ну, то есть, на игре все, да? Ну, и дальше вот это вот таскивается в легенду. То есть, вам будут задавать вопросы, да, вы будете отвечать. Ну, и дальше будет проверяться ваше совместимое. Хорошо. Давай так. Вот, вот, правильно, правильно. Ассоциация с приглашением на концерт, званый уровень. Есть такой соблазитель, Паша Кашин. Известный певец. Выходит только так, соблазняет телок. То есть, он подходит и говорит, здравствуйте. Меня зовут Паша Кашин. Я хотел бы вас пригласить на свой концерт. Все. И все люди в барах, кабаках, с телками, мужики, мужики с телками, мужики без телок, телки с телками, все очень уважительно к этому относятся. Видео снимается абсолютно в открытую. Абсолютно снимают его. Это его видеотрансляция. Он общается со зрителями. В открытую снимается видео всегда. Вот такой легенде. Да, и следующий важный момент. Когда вы снимаете, люди ведут себя приличнее, чем они обычно ведут себя. Плюс вы подчеркиваете, что вы снимаете. То есть, вот я говорю, что я буду учить вас использовать трансляцию для того, чтобы соблазнять. Правильно? То есть, для того, чтобы использовать трансляцию для того, чтобы соблазнять, нужно подчеркнуто, уважительно относиться к этой трансляции. То есть, если ты вот дрожишь над этой трансляцией, да, подчеркнуто уважительно к ней относишься, говоришь, здравствуйте, сейчас у нас идет открытая трансляция в данный момент от радио, там, юмор, фэм, там, туда-сюда, да. Все, уже ты статус свой зарисовал, уже у человека нет шансов, уже ему надо вести себя лучшим образом. И когда ты говоришь подчеркнуто уважительно, по отношению к себе, к зрителям и к ним, вежливо, прилично, культурно, у них нет шансов, не остается шансов, они не могут быдлить. Вот знаете, одна из технологий, как быдло победить, да. Это мне как-то Рапопорт рассказывал, как он, короче, Рапопорт, есть такой мужик, Александр Рапопорт, актер, значит, сексолог, и мы как-то с ним подружились, и вот он много рассказывал про то, как он на зоне сидел, и говорит, первые дни, когда, ну, я туда попал только, значит, были такие провокации разные, и я говорю, как-то их разрулил. Ну, говорит, мне говорят, эй, ты, иди сюда, эй, ты, иди сюда. Да, он говорит, ну, там, он не реагирует нифига, потом ему уже там просто его там, типа, слышь, ты, ты че там, ты че, ты че там охренел, что ли? Он говорит, а, извините, у него очки были такие, он говорит, прошу прощения, это бы мне, на вы к нему, да, то есть, когда ты сейчас, вот тоже, допустим, едешь ты там, ну, у меня такое часто бывало, я кого-то подрезаю, короче, у меня чувак тормозит, подходит ко мне, такой, типа, с наездом таким, а я сижу спокойно на машине. Он такой, да че ты, че я говорю, здравствуйте, чем я вам могу помочь? Он сразу меняется, тут же, ты, потому что подчеркнуто, уважительно по отношению к себе общаешься, показываешь свой уровень, показываешь, что ты на уровень быдла не опустишься, да, то есть, это очень важно, и при общении с мужиками это очень важно, показываешь, что ты на уровень быдла не опустишься, если он начинает быдлить, там, ебать, туду-сюду, ты никогда, то есть, ты подчеркнуто, уважительно общаешься, и ты на уровень быдла не опустишься, ты будешь говорить интеллигентно и красиво, да, и в этом случае он начинает, то есть, он начинает тоже пытаться держать себя, да, это очень важный момент, крутой момент как как бы быдло победить быдло побеждается только так вы же знаете ну в дре как бы в руси сто лет назад у дворян было такое правило что с холопами по-холопски не общались они они могли сказать только пошел вон холоп все они не опускались на уровень холопа там не начинали с ним общение в его стиле в стиле быдло да то же самое здесь и когда человек это чувствует начинает все понимаете да то есть он пытается как бы подняться на твой уровень она твой на на уровне приличного культурного общения там работают совершенно другие правила не такие правила как в быдлом мире да где там на этих самых на жаргонном языке разговаривают люди поэтому очень важно общаться сразу вот так и все и не будет ничего то есть с девицами с мужиками до общаться сразу подчеркнут уважительно все это будет это ключ к успеху ну как как могут интеллигентному человеку по ебалу бить скажи интеллигентно будут пытаться если те уже пытаться по ебалу бить значит ты реально как бы ну вот эти правила не соблюдаешь то есть ты как бы все-таки спустился на уровень общения быдло с быдлом вот если ты общаешься с ними на вы приглашаешься на концерт у кого может возникнуть идея бить по ебалу ну понимаете да с какого перепуга вообще где логика там девочка сзади где никого окей ладно какие есть вопросы по этому этой стратегии вопросы вопросы предложения комментарии самотводы может быть самотводы есть типа нахуй надо такое задание очень просто задание друзья не очкуйтесь все нормально успокойтесь я всегда как делал ладно все нормально не очкуйте все хорошо на свидание как выцеплять ну конечно звонишь тёлки все уже вообще такая познакомленная тёлка уже неважно там как ты будешь выцеплять на свидание уже есть можно стиль поменять там до мустафа позвонит с другого телефона чем больше ты делаешь задание тем больше чувство что ты получишь пизды хочешь я тебе расскажу один одну вещь который тебя очень сильно не обрадует мне недавно гриша говорит алекс говорит сперва как когда короче ты подходил за жопу телок трогал я думал на пиздец ты нарвешься тебя убьют потом когда-то начал вести тренинги я думаю пиздец короче когда-то начал короче вести тренинги охотницы всех их ебать этому все пизда всех закроет потом когда вы берете в ростове я думаю терять эти точно пизда короче потом когда ты на значит когда ты снял олигарх я думаю все те пизда точно потом говорит ты умер и думаю ну все это короче потом дальше было еще больше хуйни всякой разной потом будет секс на набережной думал все это финиш темы потом когда короче акция вайнштейна было блять он говорит ну все тут точно нас всех нахуй порешат а потом короче я выложил волочковый сказал что волочковы отношения с путиным гриша говорит можно я соберусь нахуй съебусь из темы и так все время короче да еще про путина говорил и так все время чем дальше тем хуже то есть поэтому у вас в теме будет всегда ощущение что блять вот эта жопа все больше жопы быть не может и всегда будет больше жопа потому что мы идем вперед друзья гарем это пиздец не говорили гарем это пиздец тебя точно закроют нахуй запретят стране ну и чё хуй вам блять мы живее всех живых почему мы же соблазнители мы все умеем разруливать у нас такое правило есть да что все можно разрулить путин в теме я же сказал что путин тем посмотрите как он ведет себя он на конкурсе красоты сказал что одно из вас траляля кто из вас траляля никто из вас ля 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 блять такой последовательности это есть только в книге новая жизнь без трусов ему скорее всего ну люди которые как бы читали технологии разные 5 чем прикол чем особенность этих технологий они работают то что они отработаны на тысячах телок и они поэтому они такие практичные работают они из практики взяты остановься дерьмо короче который психологически которым пичкают сейчас народ ну вы понимаете насколько это далеко от того что вы делаете вы делаете реально что-то вот представьте себе психолога который пойдет сейчас будет знакомиться с телкой да что он будет делать они нихуя вообще не умеют короче они говорят а у вас есть психологическое образование чтобы тренинги короче это вести ну идите блять козлов пойди к стенке познакомься как ты познакомишься он обосрется просто да ну потому что да нахуй будет послан вы это сейчас понимаете психологи абсосы то есть они ничего не могут вообще они реально в практической реальности вообще нихера не могут вот и все а мы в практике мы бойцы то есть мы бойцы они не бойцы вот и все потом откуда этим товарищем брать технологии они сидят книжках выпаливают все это дело с трансляшек с наших снимают там с тренингов там все в теме все знают потому что ну мы фронт вообще реальный мощная боевая сила да вот и каждый день прикиньте общаемся с народом отрабатываем технологии на людях реальных там и у нас что самое важное интересное когда реакция идет она идет и него неважно корона какая у меня блять считаю себя политиком или бизнесменом и хуеном или блять психологом крутым им насрать людям они реагируют на мастерство моё а не на то что там по статусу диплом психфака получил да потерись ты со своим дипломом психфак один чувак как-то раз психфака проходил мой тренинг который окончил короче психфак где-то в воронеже говорит блять зачем я учился пять лет за два дня короче алекс я понял что нихуя не умею вот а вы уже 10 дней так что пацаны вы уже там заткнете за пояс любого психолога в практике съема телок вот если это кажется телка психологом тоже да то есть ей по моему по мозгам даже есть не надо она будет что-то говорить а ты с ней игры там братишка похищения похищение еще него короче вот дам похищение будет все удачи вам короче бейтесь друзья